И это не совсем известный, преданный, но он ими играет очень большую роль в лилах черных стран. И как мы уже упоминали, он поддерживал себя в своей жизни и проявлял себя внешне, как обычная попрошайка. И у него была очень интересная концепция этого попрошайничества. И мы упоминали уже много раз, что те, кто участвует в Гора Лиле, они также участвуют в Кришна Лиле. И она лежит на моем столе, но я до сих пор не могу вспомнить. И в этих книгах описаны личности, которые принимают участие в этих лилах и как они проявлены в других лилах. Итак, кто же был Сукламбара в Кришна Лиле? Он был одной из жён Брахмана, которых Баларам приходил просить что-то для Кришны. И вы помните всю историю, когда мальчики и пастушки проголодались во время обеда, и там проходила какая-то яга, и они захотели попросить немного еды, но они не говорили об имени Кришны, они говорили об имени Баларам. И тогда брахманы, которые проводили ягью, сказали, но ягья ещё не закончена, у нас нет просада, и мы ничего вам не дадим, поэтому идите погуляйте и возвращайтесь позже. И мальчики и пастушки были расстроены и вернулись к Кришне с пустыми руками. И он сказал, идите попросите жён Брахманов и посмотрите, что они вам скажут. И жён Брахманов поняли, что если Кришна, Баларама и мальчики-пастушки хотят, тогда не проблема, и дали им всё, что они хотят. И я уверен, что жён Брахманов, они говорили, что всё равно они занимаются своими делами и не поймут, что мы... Вполне возможно, что они более смиренны, но это то настроение, которое мы сейчас поддерживаем. И таким образом жён Брахманов очень щедро послужили Кришне Балараме. И тогда, подобным образом, Сукламбар проявился в горе Лили. Итак, что же сказал Сукламбар Махапрабху? Если ты попрошайка, то ты просишь у всех. И часть этого просьбы или попрошайничества понять, от кого же я получу какой-то результат. Если я попрошу у моего попрошайки, который рядом со мной вместе просит, то я могу понять, что он мне тоже ничего не даст. Но Сукламбар Брахмачари, он не видел потребность поддержания своей жизни каким-то роскошным способом. И без любви Господу, что является настоящим богатством жизни, моя жизнь находится на грани бедности. И люди меня оценивают по каким-то внешним признакам. Но на самом деле моя бесполезность проявляется в том, что у меня нет любви к Господу. Но если Махапрабху, ты сделаешь меня своей слугой, то ты сможешь мне отплатить таким образом. И такова была философия Сукламбара Брахмачари. Он не просил о том, что дайте мне денег, чтобы я платил свою квартиру, отвел детей в сад или купил себе машину. Это такова наша молитва. И такова наша молитва, что мы обеспокоены всеми этими материальными проблемами. И мы говорим к Кришне, конечно, мы не просим, но если ты нам дашь, мы это примем. Не говорите никому об этом. И каждый раз перед тем, как отправляться куда-то в поездку, я прихожу к Радхишяма Сундари. И я обращаюсь к Господу. Мой дорогой Господь, пожалуйста, разреши мне отправиться в это путешествие. И если будет таково Твое желание, пожалуйста, позволь мне ехать в бизнес-класс. Я просил ему 10 лет об этом. Я просил ему 10 лет об этом. Но я все равно сижу в конце самолета. И, в любом случае, это такие молитвы, которые мы предлагаем. И, тем не менее, такие молитвы мы обычно предлагаем, но Сукламбара Брахмачария обычно просил меня об этом. И Махапрабху ответил Сукламбаре таким образом, и у него есть очень отличное объяснение. И Махапрабху сказал, да, да, ты мой бедный слуга, жизнь за жизнь. И почему ты беден? Потому что у тебя нет никаких материальных желаний стать главой дома или развить свое богатство. Ты лучше оставайся Брахмачари и иди просить от двери к двери. И таким образом ты будешь мне предлагать все то, что ты насобираешь, неважно от того маленькое это будет что-то или большое. И тот обет целебата, который ты принимаешь, его невозможно будет нарушить. И более того, ты свободен от мирского эгоизма, который можно найти в обычных домохозяевах. И даже те, кто уже на пенсии. Другими словами, Грихастхи и Ванапрасхи. Грихастхи обычно гордятся тем фактом, что да, у меня две машины, заметьте, не одна, а именно две. А в нашем доме у нас три спальни. И две ванные комнаты. Не знаю, есть ли у вас такое в России, но в Америке есть такая табличка, что мой сын выпустился из такой-то школы. И очень много способов гордиться тем, чего мы достигли. А Ванапрасхи? И Ванапрасхи необычно гордятся тем, что я все оставил. И посмотрите, как комфортно я живу и как отреченно я себя чувствую. И Махапрабху продолжал. И теперь ты сосредоточен на высшей цели жизни. И те духовные качества, которыми ты обладаешь, это высшая форма отречения. Поэтому ты саньяси по факту. Ты предан намного больше, чем другие саньяси. Потому что ты предлагаешь свое тело, свой ум и свою речь моему служению. И я молюсь о том, чтобы постоянно принимать твои подношения, потому что у тебя нет никаких материальных желаний. И поэтому по своему могуществу и по своему желанию я забрал у тебя все и сделал тебя бедным. И Шрила Прабхупада говорил об этом раньше, в самом начале Искон. И в ранние годы Искон немного продвигали эту тему, чтобы быть саньяси. И много учеников Прабхупада приходили к нему и жаловались на то, как тяжела жизнь с их женами и просили его принять дать ему саньясу. И конечно женщины тоже жаловались о том, как сложно им жить со своими мужьями и просили дать им тоже саньясу. И идея Прабхупада и мысль Прабхупада была такова, что как пара греха вы можете выполнять намного больше служения, чем любой саньяси. И деятельность к саньяси, будучи отреченными, нося сафран или грехаси, которые носят белым, она ничем не отличается, никак не влияет на уровень отречения. И я знаю моих духовных братьев, которые были саньяси, потом они оставили свои обязанности, вернулись с греха с ашами, и сейчас они выполняют намного более значительное служение в грехах с ашами, чем они делали до этого как саньяси. И мы видим по словам Чайтани Махаправу объяснений Бхатистанта Сарасвати, личном примере Шилы Бракхупады, что не важно в каком ашраме мы находимся, а важно именно преданность к сердцу. И есть одна интересная лила Супамбара. И когда он был там, он встретился с несколькими преданными. в небольшом поместье Супамбара Бхамачари. И Шривас Пандит, он оставил, он проходился по берегу Ганги, чтобы и направлялся в дом Супамбара Бхамачари. И все преданные собирались в том месте в тот вечер. И было сделано такое объявление, что все преданные собираются на встречу Чайтани Махаправу в доме Супамбара Бхамачари. Или как, например, мы видим у нас в чате в WhatsApp, что все преданные собираются на Киртан Биби Говинды Махараджа в 7.30. И все приходят. И все приходят. И в прошлом вечером было очень много людей прямо от стены до стены. Сколько из вас было в прошлом вечером? Смокин Киртан. Просто угарники. Гададхар Пандит, Шривас Пандит, все преданные собрались там. Гададхар Пандит, Шривас Пандит, все преданные собрались там. И Гададхар Пандит пришел немного раньше, чтобы послушать разговор между Супамбара Бхамачари и Чайтани Махаправу. Супамбар is such an advanced devotee, certainly Mahaprabhu will discuss some high topics of Krishna consciousness with him. И он подумал, что Супамбара Бхамачари, он такой возвышенный преданный, что вполне возможно он будет обсуждать высокие темы с Чайтани Махаправу. Садашива, Марари Гупта, Шриман, Супамбар, all the devotees were there. И все эти преданные собрались там. И suddenly, Сури Чайтани Махаправу, Вишвамбар himself, appeared at the house. И внезапно Чайтани Махаправу и Вишвамбар появились в доме. И все эти преданные, которые собрались, они стали свидетелями того, как проявляется экстаз в доме Супамбара. И мы упоминали много раз, что Господь представляется как три юга аватара. Три, три юга, time periods, аватар. Он появляется в трех разных отрезках времени. Но в этом периоде времени в Кали-юге он появился в скрытом воплощении. Очень интересная книга я сейчас читаю. Она написана Кави Карнапур. И она называется Шри Чайтанья Чандрадая. И это пьеса. И это пьеса, это такой себе диалог между поэтом с Кави Карнапурной и царем Пратапарудрой. И в середине первого акта Кали появляется на сцене со своим верным спутником нерелигиозности. И жена супруга нерелигиозности это обман, а его сын это ложь. И Кали начинает комментировать, что у меня нет могущества в этот век. И тогда нерелигиозность говорит, что нет, нет, у тебя есть очень много могущества. И Кали отвечает, что нет, нет, у других Кали-югах у меня есть очень много могущества, это верно. Но в эту Кали-югах, когда проявился Чайтанья Махапрабу, у меня нет никакого могущества. И это разговор дальше продолжается, но я просто это решил упомянуть только потому, что Господь, Он не проявляет Себя, а является Чайтанья Махапрабу. Но иногда, в личном общении с одним или с двумя предками, или может быть в совсем небольшой группе, Он проявляет Свою полнейшую личность Бога. Иногда это разные воплощения, иногда это много рук, и разные вещи Он проявляет в соответствии с тем, какие преданные собираются. И такое же подобное случилось в доме Сукламбара Брамачари, когда Он проявил одну из форм перед этой группой преданных. И мы уже продолжительное время обсуждали, как Сукламбара Брамачари поддерживал себя, прося себя на жизнь от двери к двери. И Он на самом деле никогда не испытывал предельной бедности и каких-то беспокойств. И хотя его фарту для покрошенничества он был пуст, но Он всегда повторял Святое Имя, и Он всегда был удовлетворен. Однажды Махапрабу сидел в уединенном месте в глубоком настроении транса. Сукламбара Брамачари проходил мимо с сумкой для попрошения за своим плечом. И Он увидел Господа, и Он начал танцевать в экстазе. И что Вы делаете, когда Вы танцуете? Вы ложите свою палку, свою сумку, и Вы начинаете танцевать. И Господь был очень удовлетворен тем, какая глубокая любовь Сукламбара Брамачари, чтобы просто увидев форму Махапрабу, Он начал танцевать в экстазе. И Махапрабу начал прославлять Сукламбару Брамачари. Сукламбар не хотел слушать эти прославления. И когда Сукламбар начал отклоняться от этого всего и отворачиваться, Махапрабу незаметно потянулся за сумкой Сукламбара Брамачари и взял немного риса. И вкусил его. И это обеспокоило Сукламбару очень сильно. И почему он был обеспокоен? Ведь он все предлагал Господу. И если, например, какая-то попрошайка приходит к Вам дом и говорит, Прабу, дайте ей что-нибудь. Вы что, даете самое лучшее, то что у Вас есть? Нет, Вы наоборот даете что у Вас. Ну, так осталось. Конечно, Вы все очень хорошие Вайшнавы. Вы даете самое лучшее. Но обычные люди обычно дают то, что у них не самое хорошее. И у Сукламбара Брамачари был этот рис, который был очень нехорошего качества. Он был поломан и не до конца промыт. И Сукламбара Брамачари начал ударять себя по голове, причитая о том, что такое оскорбление я совершил Господу. Сукламбара, не переживай ни о чем. Я ем все, что предлагают мне мои преданные. С великим энтузиазмом я принимаю то, что предлагают мне мои преданные. И для меня не важно какого это качества, может быть даже самого замечательного. Но если это предлагает мне мой преданный, с любовью, я принимаю это. И поэтому я очень удовлетворен вкусив то, что у тебя находится в этой сумке, потому что ты так или иначе собирался мне это предложить. И преданные, которые собрались, наблюдали за этим всем, они были очень-очень удовлетворены тем, что Сукламбара был... И что читание Махапрабху был удовлетворен Сукламбарой Брамачари. И тогда Господь сказал что-то очень восхитительное. И Господь сказал, мой дорогой Сукламбара Брамачари, я нахожусь у тебя в сердце, и все, что ты не принимаешь или не кушаешь, я так же это кушаю. И это мне напоминает одну очень интересную историю, когда я был Брамачари. Я знаю, для вас это звучит шокирующе, но я был Брамачари. У меня не было тату или сережек. И у нас был один посетитель, который приходил на воскресные пиры, ну преимущественно, точнее всегда на воскресные пиры. И этот молодой человек, ему очень нравилось приводить подружек и девушек в храм, тех, которых он только встретил. И он мне, он делился со мной, что это вариант дешевого свидания, когда ты встречаешься с девушкой, приводишь ее в храм и не должен платить за обед. Я уверен, что никакие такие отношения не продолжаются очень долго. И однажды, к моему удивлению, он пришел среди недели. И мы кушали обед вместе. И возникла такая тема для обсуждения предложений еды. И он сказал, да, я предлагаю все, что я ем. И это было несколько шокирующе для меня. И он был не той личностью, которую вы можете себе представить, которой стоит дома алтарь и он предлагает все, что он приготовил. И я спросил, правда? И он сказал, да, Кришна в моем сердце, и когда еда проходит мимо сердца, он немного получает от того, что я ем. И в случае Сукламбара Брамачария это была правда, потому что то, что Сукламбара Брамачария не принимал, Господь принимал это все. И Господь продолжал. И когда ты идешь просить у кого-то что-то, я иду за тобой и делаю тебе компанию. Я проявился в этом мире, чтобы распространять любовь к Господу, и ты мой слуга из жизни в жизни, поэтому я сопровождаю тебя везде. И когда я нахожусь с тобой, я очень удовлетворен твоим настроением любви и преданности. И поэтому я готов на тебя пролить према-бхакти. И не так ли это все, что мы все хотим услышать, что Господь прольет на нас према-бхакти? Он скажет, да, я сейчас пролю на тебя према-бхакти. Преданные получают према-бхакти, но им дают према-бхакти. И преданные начали прославлять Сукламбара Брамачари, когда они услышали, что на него сейчас прольется милость према-бхакти. И преданные были очень рады, когда Господь дал такие благословения. И такой тип взаимоотношений Господь развел со своими преданами в разных лилах. И однажды Господь прогулелся по улицам Навадвип, и внезапно он объявил своим преданам, что я хочу пойти в дом Сукламбара Брамачари и почтить там просаду. И Сукламбара Брамачари немного разнервничался, потому что он подумал, что я же совсем беден, у меня даже нет стола, чтобы куда поставить еду для Господа. Раз в год, каждый год, моя мама приезжает, чтобы навестить меня в моем доме. И я обычно очень чистоплотен. Но когда приезжает твоя мама, понимаешь, что твой дом недостаточно чист. И Сукламбара Брамачари немного переживал то, что Господь придет к нему в дом. И он говорил, Махапрабу, может быть, Гадат Харпандит лучше подходит или Адвайта Ачария, может, ты пойдешь к ним в дом? И Господь отвечал, нет, нет, таково мое желание, я иду к тебе в дом. И Сукламбара Брамачари начал подходить к другим преднам и спрашивая, что же я должен делать. И преданные посоветовали ему, что ты можешь приготовить еду, ни до чего не дотрагиваясь, и тогда просто предложить Господу. И Сукламбара, на вечеринке, когда Господь придет после полудня, и он принял омовение. И он надел надлежащую одежду. И зажег костер. И поставил горшок и закипятил воду. И очень осторожно, стараясь не дотрагиваться до риса, потому что он считал себя неквалифицированным, чтобы готовить для Господа, он засыпал этот рис в горшок. Along with some slices from the plantain tree, would you give a nice flavor to the rice? И с небольшими листьями пл... Plantain? Платанового... Банана? Банана. Платана. Банана. 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 Банана, но не банана, но банана. С листьями дерева похожи на банановое дерево, которые дают хороший аромат. И потом он начал плакать. И он начал восклицать такие имена Господа. И в тот момент... Шимати Лакшми Деви herself... ...блессed the food that was being cooked for Mahāprabhu. И тогда, в этот момент, Шимати Лакшми Деви, она благословила ту еду, которая готовилась для чая-то Махāprabhu. Thus, when Mahāprabhu came, a few associates, and sat down, Супамбар served this rice, with a bit of vegetables in it, that had not to his knowing been glanced upon by Лакшми Деви. И когда Шимати Махāprabhu пришел в дом Супамбар и Брамачари с несколькими преданными, он предложил ему рис с несколькими овощами, сам того не зная, что этой еды коснулся взгляд Шимати Лакшми Деви. Суи Тайтанья Махāprabhu took one bite of the prasad. Oh, in my life, I have never tasted anything so delicious as this. And devotees also tasted, oh yes, this is very good rice. И преданные также попробовали и сказали, да, это очень вкусный рис. И тогда Господь начал прославлять Супамбар и Брамачари. И видя то, как добр Чайтанья Махапрабху преданно начали плакать, созерцает то, какую любовь он проявляет к Супамбаре Брамачари. И Чайтанья Бхагаватам предлагает здесь очень замечательную молитву. Пусть все богатые, миллионеры, но не преданные, Обретут ту милость, которую обрел попрошайка Супамбар и Брамачари. Никто не сможет достичь милость Господа посредством богатства, Высоким рождением Или своей ученостью. И Шастра постоянно говорит нам об этом, Что Господь привлекается преданностью, которую выражает преданность. И это очень хороший урок для всех нас. Что наша способность в удовлетворении Господа основывается не на значительности или не на величине того, что мы предлагаем, А именно на любви. И идеальным примером того является Ведура. Ведура пришел в дом Господа в Двараке, чтобы принять с ним просад. И сам по себе Ведура, он был достаточно смиренным. Но наполненный высшей любовью. И из-за любви он не замечал того, как он чистил бананы, выбрасывал сами бананы и предлагал шкурки от бананов Господу. И Господь с радостью принял эту тарелку шкурок от бананов, которые были с любовью предложены ему Ведурой. И таким образом, тот рис, который собрал Сукламбара Брамачари, он был второсортным рисом, но он принес, даровал великий экстаз и наслаждение Господу. The Paka Brahmans, if the rice is not the highest of quality, they refuse it, they have nothing to do with it. Paka Brahmans, если рис не высокого, не самого высшего качества, они не будут его принимать. Just like in the pastimes of Advaita and Nityananda. Например, как в лилах Advaita and Nityananda. Advaita arranged for Mahaprabhu and Nityananda to come to his home for prasad. Advaita пригласил Чайтанья Nityanandu Prabhu принять prasad в его доме. Sita Takurani had arranged the nicest of prasadim to be offered to their household shalagam. And when the banana plates were set out, the prasad was put on them, and the Lord was invited to sit and eat. Mahaprabhu sat down and looked at his plate. Acharya Ji, how can one person eat so much rice? Is it even possible? Now Nityananda, on the other hand, had a different mood. Advaita, this is all you're serving me. For three days I've been fasting, and you're giving me this to break my fast? This is hardly a morsel. Prabhupada mentions in the porpoise of this pastime in Chaitanya Charta Mita that Nityananda can eat 22 kilos of rice in one sitting. 22 kilos of rice, 196 rounds. These are figures we can't even imagine. So in this way, Nityananda's complaining, Mahaprabhu's complaining too much, Nityananda's complaining too little. Advaita Acharya says to Nityananda, You're nothing but a reject Parmahamsa giving difficulty to the householders. And in the situation when they were reading Mahaprabhu and Nityananda, they were complaining too much, that someone is too much, that someone is too much, that Aacharya said to Nityananda, And Nityananda said to Nityananda said to Nityananda, I may be what I may be, but I'm your guest and you must feed me to my liking. And Nityananda said to Nityananda said to Nityananda, And he took some of his rice and he threw it at Advaita Acharya. The original food fight. Some of that rice stuck to the dhoti, the dhoti of Advaita Acharya. And the pieces and pieces of this rice are attached to the dhoti of Advaita Acharya. Paka, proper brahmans, if some of this rice like this from someone's plate sticks to their dhoti, Oh, everything is worn, now I have to go and take bath. Instead, Advaita Acharya danced around the room in ecstasy at the rice of Nityananda's hand being touched to his body. But instead, Advaita Acharya started dancing in ecstasy, knowing that the rest of the rice and the dhoti of Nityananda were touching his dhoti and his body. So in this way we have this very wonderful example of Sukhla Mbara Brahmacharya. And so, we have this very wonderful example of Sukhla Mbara Brahmacharya. That even though he was in such an impoverished condition, he was the highest of devotees. And even if he was in such a bad condition, he was one of the highest of devotees. Chaitanya Bhagavat closes this section with this statement. And Chaitanya Bhagavatam ends with this statement. Those who are sinful, and devotionally challenged cannot understand the past times of Sukhla Mbara Brahmacharya. He cannot understand the past times of Sukhla Mbara Brahmacharya. Another time, the Lord was in a mood of giving his blessings. This mostly happened at the Mahaprakashlila, when he was sitting on the throne in the house of Shrivas Pandit, and giving whatever desires the devotees had. And in another time, in Mahaprakashlila, when the Lord gave his blessings, he was sitting on the throne of Nivasa Prabhu, and he gave his blessings, and he gave his blessings. And Sukhla Mbara Brahmacharya, he dressed the Lord in that circumstance. My dear Lord, you know I have visited Mathura and other holy places. And having done so, I remain unhappy. Therefore, will you please give Prema Bhakti to me and relieve my distress. Maha Prabhu said, traveling to holy places, jackals, they also travel to these places. So what is the value of your journey if it simply takes you on a journey to a holy place? Hearing this hidden meaning, Sukhla Mbara immediately fell to the ground in ecstasy. And knowing that this secret meaning, Sukhla Mbara Brahmacharya, he immediately fell to the ground in ecstasy. Maha Prabhu laughed, and then he said, yes, so be it. You will attain Prema Bhakti. You have attained Prema Bhakti this very day. Then, in the company of Lord Chaitanya, all the devotees performed a gigantic San Kirtan. And then, собравшиеся преданные, начали Великий Кирта. And everyone's heart was filled with joy and happiness. And the heart of everyone was filled with joy and happiness. After all, this is what devotees want. We want our heart to be filled with joy and happiness simply by the act of performing San Kirtan. I mean, we may have some hidden desire in our heart for success or for some good job or some position in society. But in reality, these things are an obstacle. And what we really desire is San Kirtan and the association of other Vaishnavas. And then, by that San Kirtan, our hearts will actually become pure and cleansed. And this is what the devotee desires. And this is what the devotee desires. A strong conviction that by the association of Vaishnavas and the collective chanting of the Holy Name, my heart will become a place where the Lord is happy to reside. So, we'll finish here with Sukhlambar Brahmacharya. We'll join Badava Prabhu for glorification of the Holy Name in public San Kirtan. And all fill our hearts filled with Prema. And we'll join the Kirtan and we'll worship the Holy Name in public San Kirtan. Sukhlambar Brahmacharya Khe. Jaj. Vaishnavacharya Khe. Jaj. Sela Prabhupār Khe. Jaj. Rauda Primenandi. Jaj. Vajshna Bhedvini Maha. Jaj. Vajshna Bhedvini Maha. Vajshna Bhedvini Maha.